Привет, друзья! Алексей Буна связи. Следующий у нас репортаж из Филиппин. Вот у нас вечер. Как обычно, я сижу здесь. Правда, сейчас без Раслин, потому что Раслин готовит ужин. Красивая погода. И я хочу, обещал сделать рассказ по поводу... Ответить на комментарии по поводу любви. И я с удовольствием это делаю, потому что тема мне очень нравится. Вернее, не то, что нравится, а я считаю, она действительно важная и недодуманная тема. Потому что я вижу, честно говоря, вот из того, что мы обсуждали, из того, что мы говорили, кто-то мне писал, и комментарии, и что очень много людей считают, что любовь должна возникнуть в начале. То есть отношения. Вот она как бы возникает, любовь, нечто такое мистическое. А потом люди уже женятся, привыкают, развивают отношения. И есть второй подход к любви, который на самом деле был раньше, достаточно давно, когда люди просто соединялись вместе на уровне того, что они полезны как-то другу. То есть на уровне полезности. Вот мы полезны друг другу, все, давай соединимся вместе, будем вместе, так, чтобы у нас было что друг другу дать. А после этого возникает привязанность, люди привыкают друг к другу, и возникает любовь. Вот эта привязанность. И вот спасибо за комментарий, какая-то девушка написала. Очень приятный комментарий. Я до сих пор самый лучший комментарий. Я хочу вас по поводу Пушкина, где цитаты и Пушкина. Наконец-то кто-то написал цитату из Пушкина. То есть прям просто это очень-очень приятно, потому что действительно, я думаю, Пушкин один из немногих поэтов, который нормальный человек. Вот нормальный, потому что, к сожалению, большинство русских поэтов, это просто немножко такие сдвинутые, к сожалению. Вот. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями для населения и для народа. Вот. Так вот, значит, и Пушкин действительно писал очень четко, и он написал, как привычка. Привычка, вот счастье возникает, как привычка. И, ну, это можно немножко перефразировать, и мы как раз получаем вот эту идею, вторую идею о любви, о том, что любовь возникает как привязанность друг к другу, как что-то совместное, что мы уже не можем друг друга разделить. Мы уже вместе живем, поэтому мы разделить друг друга не можем, и у нас возникает естественная зависимость, естественная привязанность. Иначе что это за привязанность? Посмотрите, вот эта первичная любовь, она появилась как немецкий идеализм. То есть люди ходят, ходят, вот так они страдают, тоскуют, и вдруг, о, я встретил тебя. И вот здесь, я думаю, что, скорее всего, люди просто называют любовью то, что называется влюбленность, то есть такая привязанность, желание быть вместе, которое имеет с собой сексуальную совершенно однозначно природу. Вот, и поэтому я думаю, что происходит такая путинство. Подумайте, вот представьте себе, вот вы идете с человеком, и вдруг увидели, о, меня к тебе потянуло, и насколько это надежно. О, меня к тебе потянуло, я с тобой буду навсегда. А люди еще, так как не знают, принимают эту зачистую монету, думают, что это есть любовь, и говорят, все, я на тебе должен жениться, я на тебе там это должен, там, это навсегда, это мы вместе и так далее. Поэтому в чем здесь проблема, я хочу вам сказать? В чем проблема? Проблема в том, что люди очень плохо относятся к такой вещи, как скука. Это очень большая проблема. А я хочу вам сейчас, я уже упоминал об этом. Посмотрите, когда вот эту привязанность, вот эту рутинность, то есть возникает отношение, и люди начинают что-то делать рутинно вместе. И что мешает увидеть в этом любовь? Мешает увидеть в этом любовь то, что мы воспитаны рассматривать как рутинность, как что-то отрицательное, как скуку, что-то отрицательное. Хотя на самом деле я думаю, что скука – это абсолютно нормальное человеческое состояние, и даже очень хорошее. Я вам легко могу доказать, что скука – это очень хорошее состояние. Дайте мне любого человека, которому скучно. Вот представьте себе, что сейчас подойдет ко мне человек, который скажет, вот, я хожу по этому пляжу, и мне скучно. И я его спрошу, тебе сейчас кто-то угрожает, у тебя есть какие-то проблемы? Он скажет нет. И я скажу, вот если бы у тебя были бы проблемы, то ты бы наверняка не считал, не считал бы свою жизнь скучной, привет, не считал бы свою жизнь скучной, но у тебя были бы большие проблемы, понимаешь? Поэтому, когда у вас просто жизнь скучна, то вы просто радуетесь от того, что она скучна. Это значит, что все в порядке на самом деле. То есть, скука – это нормально. Но почему-то, не почему-то, а по определенной причине, так как наша цивилизация основана, способы производства основаны на то, что нужно просто продать, продать больше, то всем выгодно, чтобы люди не были в скуке. Потому что в скуке человек не особо покупает. Вот представьте себе, вот я хожу здесь по пляжу, я практически потерян как потребитель. То есть, я ничего не куплю, да? Намного лучше, если бы я хотел сейчас в это время развлечься, я поехал бы в бар или куда-нибудь, или полетел куда-нибудь, или в город, или в кафе, я бы сразу что-нибудь там потратил. Поэтому скука, она невыгодна в этом смысле. Но это же не означает, что она плоха. Поэтому те, кто хочет вам что-то продать, да, они заинтересованы, чтобы убедить вас в том, что скука это неправильное такое состояние. И поэтому люди теряют, поэтому люди упускают вот эту вторую любовь, которая возникает из-за, фактически как скука, как люди привязанность, они делают одно и то же, они делают одно и то же постоянно. И в конце концов, они привязываются друг к другу, делаю, возникает монотонность и очень сложно увидеть здесь любовь, на самом деле. Хотя я думаю, что на самом деле это и так. Поэтому я вот это хотел вам ответить, рассказать вот об эти вещи и подумаю, я предлагаю вам подумать, что вот, ну, скука это не обязательно какое-то такое ужасное, такое состояние, просто подумайте, что если вам скучно, то это означает, что вам далеко не плохо, это означает, что вам достаточно хорошо. И заодно делюсь с вами красивым-красивым закатом. И вот это, опять же, повторяю, делюсь с вами. Спасибо за комментарии. Был Алексей Бу. Всего хорошего. Тоже очень рад хорошим комментариям. Пожалуйста, оставляйте интересные комментарии. Не просто ля-ля-ля, но и ля-ля-ля тоже подойдет. Всего хорошего. До связи.